Все женщины просто там практически падают, как только видят Лея Владимировича. Директор спортивной школы, в которой вы занимались, обещал после Олимпиады в Рио установить статую. Это случилось? А какую проблему может решить девушка в лифчике? Владимир Путин, Алишер Усманов, министр спорта Павел Колобков, президент Олимпийского комитета России Станислав Позняков. Кто и что объединяет этих людей? У вас есть 5 секунд на размышления. Ответ Екатерина Дьяченко, олимпийская чемпионка 2016 года по фехтованию. И сегодня мы пришли к ней. Екатерина, расскажите, где мы сейчас находимся, что это за место? Добрый день, Сергей. Мы находимся в клубе «Метрополис». Это сейчас наш дом фехтовальный. Три года прошло после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Чем вы сейчас занимаетесь? Да, я хотела рассказать, что эти три года были для меня весьма непростыми. Я немножко поменяла статус, стала мамой нам вон туда. Вы сами в профессиональный спорт уже не вернетесь или есть шансы? Вы знаете, я считаю, что я добилась своей цели. И там сейчас молодая, новая, хорошая команда, поэтому я не вижу даже смысла, честно. В 2017 году у вас родилась дочь. Понятно, что все время вы посвящали ей, но есть примеры в сборной России. Например, Софья Великая, которая родила тоже, потом вернулась и стала Олимпийской чемпионкой. Еще раз родила. Еще раз родила, да. И снова вернулась, и надеюсь, что она станет Олимпийской чемпионкой еще раз. Вы же за всем этим наблюдали, следили, были с ней в команде. Насколько ей было трудно вернуться? Очень трудно. Вы знаете, наверное, она одна из немногих, кто совершил такой подвиг, остался действительно конец. Потому что я других примеров, например, среди сабли я не знаю других примеров, кто так же уверенно вернулся. Та же Мариэль Загунис родила дочку и до сих пор не может как бы прийти в свою форму. И неизвестно вообще, придет она в нее или нет. А у Сони это получилось, получилось причем не один раз. И это уникальный человек. Опять-таки, что доказывает, это исключение из правил. Насколько я понимаю, самое уязвимое место фехтовальщика это пальцы. Правильно я понимаю или нет? Самое такое травмоопасное? Нет, ну пальцы защищены гардой, конечно, бывают. В случае, когда попадают по пальцам, но там удар недействительный. И, как правило, то есть он не будет считаться, нет смысла специально бить по пальцам. Наверное, самое травмоопасное фехтовальщика это колени, голеностоп, потому что движение очень мобильное. И иногда бывает, что, например, слишком жесткое сцепление с поверхностью, ты не успеваешь понять, что ты уже стоишь как вкопанный. Тело идет по инерции дальше, и тогда можно травмировать. Вот мы сейчас смотрим, и со стороны всегда кажется, что фехтование это очень травмоопасный вид спорта, потому что речь идет все-таки об остром, об очень остром предмете. Ну, бывают травмы у мальчиков, потому что они все-таки сильнее физически. Когда ломается клинок, и, например, клинок проходит в перчатку, где идет застежка. Да, вот тут внутрь, да, вот так вот. И получается, да, внутрь были такие случаи. Или, например, не до конца застегнута куртка. Но, опять-таки, это вина спортсмена. Ты не застегнул до конца куртку, клинок проходит через открытое пространство, так скажем, и уже действительно могут быть какие-то травмы. Были случаи, но не смертельные. Екатерина, вам директор спортивной школы, в которой вы занимались, обещал после Олимпиады в Рио установить статую. Это случилось? Пока еще нет. Сейчас ищут спонсора. Опять возобновили этот вопрос. Ну, уже пора, три года прошло. Ну, да. Обещанного сколько там ждут? Ну, как раз. Ну, да. Наталья Антюх говорила после победы на Олимпиаде, что ее узнавали на улицах ровно неделю. А потом, как бы, все. Сколько времени узнавали вас? Вы знаете, первое время действительно было так вот очень приятно и даже неожиданно, что люди осведомлены. И действительно были случаи, когда меня останавливали, спрашивали, что вы Екатерина Дещенко, и я говорю, да. Это несмотря на то, что вы в маске все время были, и лица не видно. Да, да, но, видать, все равно нас, да, показали как-то, ну, приблизительно столько же, наверное, неделю. Но все-таки узнавали. Да, были моменты. Вас же еще приглашали на золотой граммофон, вы вручали приз Мити Фомину, вам комплименты отпускал Николай Басков. Это как-то запомнилось? И куда потом еще приглашали, на какие шоу? Когда я вышла на золотой граммофон, первое, что мне хотелось, просто развернуться и убежать, потому что я ни разу не видела такого большого количества народа. И причем он, вся арена молчит и смотрит на тебя, что ты сейчас скажешь. Конечно, комок в горле встал. Вы еще говорили, что боялись упасть, поскольку было платье, запнуться боялись. Да, было очень. Платье, да, с шлейфом, мне очень красивые девочки сшили платье. Я очень боялась, да, навернуться или сказать что-то, или вообще ничего не сказать. То есть волновались сильнее, чем перед финалом Олимпийских игр? Нет, не скажу так. Просто немножко другая остановка. Опять-таки, когда человек находится в своей среде, согласитесь, как-то проще адаптироваться. Ты уже... Потому что все понятно. Да, ты уже знаешь, что будет, то есть какие исходы могут быть. А тут платье, можно упасть или вообще замолчать на ровном месте перед таким количеством народа. Но только из-за этого. Владимир Путин вручал вам Орден Дружбы. Волновались перед тем, как пожать руку президенту? Да, вот, кстати, это было волнительно, чем на золотом граммофоне. Вроде бы не первое выходило, но с первым лицом государства. Мне казалось, что я сейчас упаду в обморок просто от волнения, что надо дышать. Я забыла, как это делать. Очень волнительно, очень приятно было, конечно, получить эту награду. Вы почувствовали какую-то особую энергетику от него? Честно, нет, я настолько волновалась. У нас тоже было столько обсуждений, что от него веет каким-то таким вот... Чем-то нереальным, и что вот он заряжает, и что все женщины просто там практически падают, как только видят Владимир Владимировича. Я просто, я не знаю, мне кажется, я настолько была впечатлена вообще всем этим событием, что я ничего не почувствовала, я просто была приполнена гордостью, что мне достался такой шанс пожать руку первому человеку в нашем государстве. А какое у Владимира Владимировича рукопожатие? Крепкое? Уверенное, мягкое. Все как положено. Руки сухие, он не волнуется. Понятно, после стольких лет. Он что-то сказал вам? Да, он поблагодарил, поздравил, сказал, что ждет новых совершений. Мы сейчас находимся в тренерской. Расскажите, откуда столько кубков? Есть ли среди них ваш? На самом деле здесь не очень много, просто, ну опять-таки, возможно, надо немножко переоборудовать. И здесь даже есть моего брата, вот смотрите, Дьяченко Алексей, 2003 год. А чем сейчас брат занимается? Брат мой вообще удивительный человек. Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года. Посвятил тоже, можно сказать, всю жизнь фехтованию и спорту. А сейчас он пилот. Так, расскажите. Да, пилот гражданской авиации, но он сейчас привозит пассажиров в Соединенных Штатах Америки. А какой самолет? Если я не ошибаюсь, джет. А как так получилось? Такая метаморфоза, совершенно другая профессия. Он для меня всегда был примером и остается по сей день. И вот этот его шаг, когда в один прекрасный день, по-моему, в районе 33 лет, он решил, что он хочет попробовать стать пилотом, ему это интересно. Все так очень скептически тогда отнеслись к этому. Он пытался найти варианты обучения в России, но, к сожалению, ему сказали, что слишком стар или что нужно там еще 4 года обучаться и не факт, что у тебя получится. Он поехал в Штат и выучил язык за полгода. И вот кто-то там к нам рвется. Открыто! Заходите, Владимир Владимирович. Мы тут общаемся. Мы тут общаемся. Попал. Да, это мой тренер. Мой папа по совместительству или папа по совместительству тренер Владимир Владимирович. А вот это, кстати, очень интересно. Скажите, у Екатерины не было выбора, когда она только начинала заниматься спортом, поскольку вы тренер по фехтованию, мама Екатерины тренер по фехтованию, брат, великий фехтовальщик. У Екатерины не было выбора, только фехтование? Был выбор. Она даже в первом классе занималась танцами. Да, балет. Русскими, балетом. А когда вы впервые дочке клинок в руку дали? Клинок это правильно? Правильно, мама дала. Это было, наверное, в первом классе, во втором. Ну да. Это была сабля? Нет, рапира. Сабли на тот момент еще не было. Не было в тот момент сабли, это позже она появилась. Она была взрослая, то есть большая, сабли. А у нас мы не выбираем легких путей, только единственная страна, в которой сразу ребенку дают настоящую сабли, детских, облегченных, каких-то вариантов. Сразу вперед и в боль. Я понимаю, да, все по хардкору. В 2004 году вы всей семьей смотрели, как Алексей выигрывает бронзовую медаль на Олимпиаде в Афинах. Правильно я понимаю, вы собрались все вместе? Нет, родители были как раз-таки в Афинах. А вы были с бабушкой? Да, я оставалась в городе, учеба была как бы, подождите, это был, наверное, август, да? Может, учебы и не было, но я не помню, в чем там была загвоздка. В общем, я оставалась здесь, в России, а они были на Олимпиаде. Ну да. На самом деле мы предполагали, что они, конечно, выиграют, потому что за предыдущие 4 года, вот можете себе представить, они не проиграли ни одного чемпионата мира, ни одного чемпионата Европы, если я не ошибаюсь, за последний год они не проиграли вообще ни одного турнира. в командном зачете. И, конечно, немножко мы расстроились, что вот они проиграли встречу за выход в финал, а потом обрадовались, что они все-таки взяли бронзу. Брат ваш кумир, но все-таки какой-то элемент конкуренции присутствовал, вы хотели добиться того же или добиться больше, чем он? Да, то есть кумир кумиром, но все равно как-то хотелось, конечно, его догнать и перегнать. И вроде как получилось, как он говорит. Владимир Владимирович, а расскажите, может быть, трудности какие-то были у Екатерины в детстве, она, может быть, хотела бросить фехтование, но такое часто бывает у спортсменов, которые преодолевают. У всех спортсменов есть такой момент, кризис, но он абсолютно разный по продолжительности, по тяжести этого момента. Катя, как-то я не очень... Ты не помнишь, да, я вот помню то, что... Когда тебя сильно давали. Да, мы тренировались вместе с мальчиками, и был какой-то момент, вот, я не знаю, наверное, в классе в пятом, когда мы начали у них выигрывать, и они стали применять силу, то есть действительно прикладываться, так прям больно... Да, бить. Прямо сильно били. Я не знаю, может, они не специально это делали, опять-таки, там тоже перестройки в организме, и, возможно, как-то, может, не контролировали эмоции, а, может быть, физически как-то не могли слабо что-то сделать. И вот тогда я как-то пришла, говорю, все, я больше не могу, я говорю, мне больно, я не хочу вообще туда идти, говорю, смысл, мне, говорю, на следующей тренировке просто убьют. Ну, как-то, не знаю, может быть, тренеры как раз поговорили. Нет, ну, может быть, как-то еще, да, но вот у Кати это было бы не так, я ярко выражен, а вот у Алексея было это значительно, там пришлось применять более жесткие тренировки, чтобы удержать, потому что мы видели, что есть возможность вырасти в спортсменах высоких ум, то есть видно, что может добиться всего, вот, и был момент, когда он просто прятал, выходил якобы на тренировку, причем тренировку я проводил, мама его отправляла, он прятал спортивную форму под кустами, гулял, спокойно, не понимая того, что тогда телефонов мобильных не было, я пришел, говорю, а взяли, да он же на тренировке будет, дальше кто-то говорит. Ну, вы собираетесь продолжить клан Яченко фехтовальный или прям таких жестких планов нет? Я даже не знаю, кто может у нас продолжить. Единственное, у нас просто фамилия немножко так, получается, у Таси Шишкина фамилия. У нас растет юная фехтовальщица, дочка Лешина Сашина, у нее фамилия Куваева, вот, кстати, кто может продолжить? Она продолжает? Да, она... Самос область фехтует, у нее есть достаточно... Да, ваша племянница получается. Да, я тоже очень за нее болею, хочу, чтобы у нее все получилось, но уже фамилия не Диченко. Олимпийская золотая. Вот она, трехгодичные выдержки. Рио-2016. После победы на Олимпиаде команда по фехтованию побрила наголо главного тренера сборной Ильгара Мамедова. Вы сами в этом участвовали? Честно, нет, я бы, наверное, не притронулась, потому что очень уважаю этого человека. И, ну, во-первых, он... Я не слышала такого спора, то есть мне казалось, что это как-то все шутка. Я наблюдала со стороны. Ты все в последний момент придумали, да, как будто бы? Ну, нет, просто была какая-то... Как мне казалось, что это шутка. Он сказал, что если там у нас еще будет столько-то медалей, да я побреюсь. Ну, и ребята как-то зацепились за эту идею. Возможно, это даже придало где-то сил. Мне почему-то не хотелось. Я так посмотрела со стороны, отметила, что у Ильгара Вишарча очень идет новая прическа. И все. И все-таки, хоть вы не участвовали в этом перформансе, тоже пошумели немного после Олимпиады. Сказали, что фехтование популярным сделают кровь. И если фехтовальщицы будут выходить выступать голыми. Не, ну это шутка была. Это была шутка, да. Конечно, это была шутка. И тем более такое хорошее было настроение. Как-то хотелось... Ну, не знаю, может, эмоции переполняли. Но журналисты очень зацепились за эту идею. Мне потом всегда это как-то припоминали. Хотя у меня лично нет никаких проблем, так скажем. Я не хожу на нудистский пляж и совершенно как-то не люблю все выставлять на показ. А это была действительно шутка. Ну, кстати, многие фехтовальщицы после Олимпиады, например, Яна Игорян, все-таки участвовали в таких не то что откровенных, но около откровенных съемках. И, в общем, это придало им дополнительные популярности. И, насколько я знаю, вам тоже предлагали сниматься, но вы отказались. Видимо, вам это не близко, да? Ну, во-первых, я семейный человек. И мне кажется, моему супругу бы вряд ли понравилось, например, если бы я снялась... Хотя надо спросить, вы знаете, что-то я сейчас так задумывалась. Не знаю, мне как-то... Я понимаю, когда фотографии делаются не для популярности, например, а для привлечения к какой-то проблеме. Возможно, я бы согласилась на какой-то проект, если бы он действительно был бы... Ну, решал бы какую-то проблему. А какую проблему может решить девушка в лифчике? Ну, я честно не знаю, опять-таки. Возможно, просто не поступало таких предложений, которые были бы со смыслом, скажу так. Еще немного о шумихе. Алишер Усманов патрон, и всегда им было русского фехтования. Сколько раз он катал сборную России на своей легендарной яхте? Когда мы были у него в гостях у Алишера Бурхановича, нам выделили на команду, по-моему, 4 яхты меньшего размера, так скажем, в пользование, чтобы мы там насладились всей красотой Сардинии. И один раз он нас приглашал на свое судно, на свою яхту. И, конечно, нас очень, ну, во-первых, поразило, как он нас принимал. И спасибо ему большое за то, что он нас поддерживает и создал такие условия, чтобы фехтование, ну, как бы, чтобы спортсмены были реально замотивированы достигать самых высших целей. Ну, сама яхта, наверное, впечатляющая. Да, честно. Ну, это не сказать словами, потому что... Как особняк, да? Да, я думаю, больше, богаче. Ну, этот человек, он действительно столько всего сделал, что, я думаю, он вполне заслуживает жить в такой роскоши. И даже просто посмотреть, прикоснуться, поговорить с этим человеком действительно многого стоит. В том числе он привез 150 болельщиков на свои деньги, на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Вы чувствовали их поддержку? Конечно. Мы очень благодарили Алишера Брухановича за это, потому что, когда мы выходили на дорожку, мы чувствовали, как нас поддерживают. Мы видели плакаты, мы видели, как болельщики кричат. И, на самом деле, это очень-очень нам помогало. Расстояние большое от России до Бразилии. И, согласитесь, ну, наверное, буквально, не знаю, человек 10 могли бы себе позволить именно прилететь. Но именно поклонников фехтования, наверное, не больше. Да, конечно. Мы получили колоссальную поддержку. Я думаю, что в этой медали есть немалая часть поддержки болельщиков и самого Алишера Бурхановича. Вы по-прежнему ездите на автомобиле, который подарили после... Нет. Продали его? Мы как раз недавно со Светланой Ромашиной обсуждали с олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию, что машина классная, но не семейная. Я продала... Мало места, да? Багажник вообще просто не устраивает. Ты складываешь коляску, и все, и больше ничего не помещается. Поэтому, да, мы поменяли автомобиль в прошлом году. Со слезами на глазах расставалась. Ну, что делать? Всему когда-то идет какая-то смена. Я спокойно отношусь к этому. Вот как, опять-таки, в команде идет смена поколений. И так и здесь. Мне кажется, не надо привязываться к вещам. Надо спокойно отпускать. Просто жалко, что это был подарок. Но ты все равно понимаешь, что вещь... Не, ну машина – это вещь все-таки утилитарная. Поэтому кто-то просто сразу же продал их. Потому что все-таки это дополнительные, очень приличные деньги для кого-то. Ну, возможно. Мне как-то хотелось именно тоже получить кайф от этого подарка. Женская сабля – высшая награда. Ну, а больше ничего не надо. Женская сабля. Осторожно. Захар.